ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто угрожал Светлане Разиной? Стали подходить какие-то люди, интересоваться, а сколько вы зарабатываете? Смертельная комбинация! Такой круг, как-то дороже с кого-то. За что убили создателя знаменитой группы? Кто стрелял в Игоря Талькова? В разгар конфликта прогремел быстрее. Уникальные кадры следственного эксперимента. Летие 90-е с Анастасией Мельниковой прямо сейчас на НТВ. Вызывающий макияж. Яркая одежда. Вот так выглядели звезды с начала 90-х. Одна из самых популярных групп, конечно же, Косминация! На такой же, именно Вишневой и именно Девятке, ездил и сам создатель группы Александр Шишинин. В начале 90-х детали для отечественных автомобилей были в большом дефиците. Поэтому с «Жигулей» воровали все. Антенны, зеркала, колеса, диски, но чаще всего стеклоочистители. Дворники, проще говоря. Вечером 5 марта 93-го года Александр Шишинин спустился к своей Девятке, чтобы на всякий случай снять их на ночь. Через несколько минут в подъезде дома номер 17 на улице Металлургов на востоке Москвы раздался страшный крик. Как будто режут кого-то. Вот этот крик. Такого в жизни не услышишь. Александр Шишинин умер еще до приезда скорой. Экспертам удалось восстановить картину убийства. Шишинин успел подняться сюда, на лестничную клетку второго этажа. Здесь он и столкнулся с убийцей. Скорее всего, тот спускался сверху. Когда они поравнялись, незнакомец внезапно ударил его острой заточкой. Шансов выжить у Шишинина не было. Заказное убийство руководителей известной группы взбудоражило весь отечественный шоу-бизнес. В похорон мы приезжаем домой. Я включаю автоответчик, как и на автоответчике. Был совершенно фантастический записыванный текст. Ну что, ты был на похоронах? Ты следующий. И отключение. Во время допросов друзья Шишинина вспоминают. В последнее время он всерьез опасался за свою жизнь. Звонят какие-то уроды периодически. И все. Какие уроды это? Но чего? Или вернее, кого так боялся создатель знаменитой группы? 14 лет спустя участницы группы «Комбинация» снова собрались вместе, чтобы вспомнить свои лихие 90-е. А это здесь нас заставили у гостиницы, типа, сейчас подъедет машина, у вас отсоединит фары, а мы должны, типа, в проститутку играть. А подъехали настоящие какие-то мужики. И стали задавать какие-то непонятные вопросы. Эти уникальные кадры из личного архива Александра Шишинина. Вот они вместе отдыхают на природе. Вот катаются на катере по Волге. Они счастливы. Им кажется, что все лучшее еще впереди. А это один из последних концертов комбинации. Руководитель группы Александр Шишинин привез девчонок в родной Саратов. В город, где началась история группы. Редкие кадры. Обычно директор коллектива держится в тени. А тут неожиданно решает дать интервью для местных журналистов. В последнее время очень мало хороших концертных программ. Вот эти программы, которые проходят, там, 4 лампочки и 2 колоночки. Они, конечно, уже просто, наверное, надоели всем. И мы решили показать так, как должны работать действительно люди. Те, которые хотят нормально работать. Два концерта на местном стадионе. Комбинацию принимают как звезд первой величины. Еще несколько лет назад о таком он мог только мечтать. В начало 90-х в обиход входят новые понятия. Перестройка, гласность, а чуть позже ускорение. Я беру на себя ответственность и отстаю. В Советском Союзе проходят выборы. Как тогда говорили, первые по-настоящему демократические. Заседание Съезда народных депутатов смотрит в прямом эфире вся страна. Я влюбилась во всех, которые выступали там. Я поняла, что люди стали говорить. Это такое счастье быть свободным. Вот это абсолютное ощущение, какого-то ветра перемен. Таких легких баррикад, налеты революционности. Не революции, не хотелось революции. Так, свежего ветра хотелось. Ветер свободы долетает и до советской эстрады. Раньше для каждого певца было обязательно музыкальное образование и приписка к музыкальному коллективу. Например, Алла Пугачева числилась в Липецкой филармонии, а София Ротару в Ялтинской. Тексты и музыка проходили через жесткий контроль художественных советов. И вскоре выяснилось, звездой может стать почти любой. Ты мог поймать редактора в коридоре останки, начать ему петь и говорить, послушайте меня. А до этого, когда никто не спрашивал, есть ли у тебя музыкальная корочка образования, гнесинка, конца, там училище, когда ты мог начать петь без музыкального образования. И это для меня было существенно, потому что образования у меня музыкального не было. Со сцены теперь поют вчерашние ресторанные певцы. Ирина Аллегрова, Олег Газманов, басист, а затем и вокалист группы «На-На» Владимир Политов до начала звездной карьеры продавал сигареты в электричках. А Татьяна Офиенко из горничной киевской гостиницы в один вечер переквалифицировалась в солистку группы «Мираж». Июнь 1987 года. В Саратове события. Концерт группы «Мираж» в зале «Перрианшлаг». Танцевать в такой толкучке практически невозможно. Самая большая удача пробиться на пятачок около сцены. От грохота музыки закладывают уши. Зато фумиры совсем рядом. Среди счастливчиков Александр Шишинин, тогда еще оперативник ОБХСС, отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности. Он уже давно и всерьез подумывает о том, чтобы начать собственное дело. Идея приходит неожиданно, прямо во время концерта. Шишинин решает создать собственный эстрадный коллектив. Группу он собирает в буквальном смысле на улицах Саратова. Если верит в песни, парней там много холостых. Оказалось, девушек тоже хватает. Знакомилась случайно, даже познакомилась с ней я сначала, познакомилась с моим подругой. Он только не подошел с вопросом, девушка, а не поете ли вы? А Наташа, она не то, что не поет, она совсем не поет. Она тут же вспомнила, что у меня есть я, а сказала, я не пою, но у меня есть подруга. Другую вокалистку Алену Апину привел композитор группы Виталий Окороков. Она учится на втором курсе местной консерватории. Вскоре Александр Шишинин вместе с группой уезжает из Саратова. «Американ бой» На этих редких кадрах образцово-показательная фанатка группы «Нана» Ксюша Собчак. Девочки, а сейчас выходите к нам, и вот кто будет по бойче, мы разрешим снять наши штаны. Я, конечно, в первых рядах. И у меня эти штаны еще два года висели над кроватью, пришпиленные скрепочками. Мама говорила, убери эту гадость, они же воняют, эти потные штаны, где, значит, мне Левкин расписался на ширинке, поставил подпись, и это было для меня просто такое сокровище. Казанский вокзал. 7 ноября 1988 года. Такое же утро из поезда «Шаратов-Москва» выходит шесть девушек и двое мужчин. Эта группа-комбинация приезжает в столичье. В руках у них музыкальные инструменты и тяжелые сумки. Сразу видно, приехали надолго. Здесь перед вокзалом, как и тогда стоянка такси, Александр Шишинин торопится покорить Москву. Он берет сразу три машины, отправляет своих подопечных в гостиницу на двух, в третью садится сам. Шишинин прямо с поезда отправляется к тогдашнему директору Малежика Александру Иратову. Приехал мальчик, сказал, что очень хочет поставить мне группу, с которым он приехал из Сарата, очень хочет показать, потому что это новое слово, это будет нечто. Поставил мне в виде магнитофон кассету. Я увидел совершенно жутких, немытых, каких-то провинциальных девчонок с какими-то непонятными для меня тогда песнями. Сказал, что вообще не хочу больше этого никогда не видеть, не слышать. Надежды Александра Шишинина на то, что группа-комбинация в один вечер завоюет столицу, не оправданных. Неожиданно Алене Апиной приходит идея обратиться на самую могущественную тогда шоу-биржу ЛИСЭС. Сегодня участницы коллектива сами не могут смотреть на свои первые опыты без улыбки. На меня посмотрели. Как будто мне три шила, и оба два в одном месте. Понимаешь? Сейчас будет амуральный кадр. Это не я. Первая песня-комбинация о любви простой русской девчонке-иностранца тут же становится хитом. Но вскоре группа и их директор лицом к лицу сталкиваются с воротилами нового шоу-бизнеса. Я просто вспоминаю 92-й год. Я приехала в город Коголым, и организатор, который бандит-разбандит, упал на заднее сиденье от выпитого количества водки, и мне ничего не оставалось, как сесть за руль и самой ехать. И я ногой нащупала под сиденьем, что-то за железяка такая. Остановился, и было кровавленное топор. Я быстренько доехала до гостиницы, выскочила, отдала ключи портье, сказала, заведите. А-а-а, ну, в общем, это было такое время, спорши рядом. Поначалу так называемые братки ведут себя в мире шоу-бизнеса довольно скромно. Им просто приятно находиться в компании со знаменитостями. Чуть позже авторитеты сами предлагают артистам свою помощь в решении щекотливых проблем. К нам подошел некий человек. Ребята, то есть мы с вами будем друзьями, и если что, обращайтесь. На одном из концертов это что-то начало происходить. Стали подходить какие-то люди, интересоваться, а сколько вы зарабатываете, и так далее, и так далее. В результате, собственно говоря, один из моих музыкантов и вынужден был обратиться к соответствующим людям, которые предложили свою, как бы, крышу. Вряд ли Светлана Разина тогда знала, что стала жертвой так называемой классической разводки. Бандиты сначала сами создают артистам проблемы, а потом их якобы успешно решают. Телохранитель у отечественной звезды в то время большая редкость, но почти у каждого артиста есть свой покровитель из криминального мира. И первое же столкновение между покровителями привело к трагедии. 6 октября 1991 года. Санкт-Петербург. Концерт всех звезд во Дворце спорта «Юбилейный». Неожиданно выступление Игоря Николаева прерывает конферансье. А сейчас, пожалуйста, минута молчания. Вся милиция, находящаяся в зале, срочно отцепить ДК «Юбилейный», так как только что отстреляли в Игоре Талькова. До сих пор нет однозначного ответа, кто же убил Игоря Талькова. По мнению следователей, причина трагедии в банальной ссоре. Причем не столько между артистами, сколько между их окружением. Охранниками и директором Талькова Валерием Шляхманом с одной стороны и покровителем певицы Азизы Игорем Малаховым с другой. Дворец спорта «Юбилейный». Все произошло вот в этом коридоре. В разгар конфликта прогремел выстрел. Игорь Тальков попытался закрыться от него рукой. Пуля пробила ладонь и через предплечье попала прямо в сердце. Игорь покачнулся, сказал «Ой, как больно» и пошел к сцене. Он не дошел до нее всего несколько метров и упал. Поводом для конфликта стала очередность выступления во время концерта. Завершать его должен самый популярный на тот момент артист, то есть Игорь Тальков. Но друг Азизы решает иначе. Очередность выступления это ведь престижно не только для исполнителя, но и для крыши. Вы видите уникальные кадры. Это так называемая ситуационная экспертиза. Все участники драки по очереди реконструируют события прямо на месте убийства. Это Игорь Малахов. А это Валерий Шляхман. Он признается, именно в его руках находился пистолет Игоря Малахова в момент выстрела. Вот он показывает, как вырывал оружие у охранника Азизы. Вскоре после убийства Шляхман эмигрировал в Израиль. А уголовное дело так и осталось незавершенным. Смерть Игоря Талькова заставила замереть и шоу-бизнес, и тех, кто его контролировал. Но лишь на время. Начало 90-х. То, что еще недавно считалось преступлением, например, спекуляция, теперь становится уважаемым делом, коммерцией. В то же время наступает эра повсеместного и тотального дефицита. Пушкинская площадь. Отсюда начиналась очередь в гастроном номер один. Это в следующем доме. Люди, по большей части, приезжие, стоят с четырех утра. Напротив, тогда был магазин Дары моря. Там можно было достать дефицит. Скумбрию, копченую треску и Крументая. Стоит пустить шлух. Рыбу дают. И все просто бегут через Тверскую. Ближайший переход в сотни метров. Но важно быть на месте раньше других. Самое сложное. Ничего не перепутать и не пропустить очередную очередь. Поэтому у каждого на ладони порядковые номера. Очереди исчезают внезапно в январе 92-го года. К этому времени Советского Союза на карте мира больше не существует. А на политическую сцену выходят Егор Гайдар и Анатолий Чубай со своей командой. Утром 1 января все цены поднялись в 10 раз. Цены поползли вверх. Это не могло не задать некий новый инфляционный виток. Секрет успеха комбинации многие видели в том, что они всегда отвечали веянием времени. Стоило реальным пацанам оценить новинку отечественного автопрома, как появляется песня «Вишневая девятка». А когда братва поняла, что для ведения бизнеса и отмывания денег необходимы грамотные юристы и финансисты, комбинация мгновенно реагирует своим самым ударным хитом. Бухгалтер, милый мой, бухгалтер. Этот клип по меркам того времени настоящий шедевр. Он едва ли не единственный в начале 90-х снят на профессиональную кинопленку. Режиссер в бедном интерьере выгодно показал артисток и отдал должное спонсорам. Из бандитов сделал гангстеров эпохи сухого закона в США. Довольны клипом остались все. Недавние провинциальные девчонки из комбинации неожиданно для себя стали эталоном стиля в одежде и в поведении. Мода начала 90-х сегодня кажется смешной. А тогда все девушки мечтали о мини-юбке, как у Маши Распутиной, или о ярко-зеленых лосинах, как у Алены Апиной. Это сегодня звезды одеваются в кутерье, а в то время все шили сами при помощи подручных средств. Вот те же лосины. Покупали балетные трико, отрезали у них носки и замачивали в чем бы вы думали? В обыкновенной зеленке. Держали в этом растворе почти сутки. И вот супермодный сценический наряд готов. Сегодня участницы комбинации сами с трудом верят, что могли выступать в таких костюмах. Это лосинки уже были. Это лосинки. Я своей зеленкой красил, помнишь? Мне этот костюм не надо было. Чтобы не салатинки были. Участницы группы вспоминают, Александру Шишинину не раз некие доброжелатели предлагали отойти от дел и отдать проект в другие руки. Но группу, которую он сам придумал, создал и раскрутил, директор бросать не пожелал. Он подает в суд. За такую дерзость в лихие 90-е вполне могли уничтожить. У него, по сути дела, были отобраны права на группу, на ее концертную, альбомную деятельность. И он реально осознавал, что начатая им война, она может привести к очень трагическому финалу. В начале 90-х в залах появляются так называемые вип-ложи. Обычным фанатам они не по карману. Здесь места для людей авторитетны. Рядовая братва за кулисами. После концерта они принесут цветы и конфеты из вип-зоны. От хозяев реальные пацаны теперь реально заказывают музыку. Они дают деньги на раскрутку. Первые деньги они все равно были бандитские. Поэтому, конечно, да, и завязан был, и влияние у людей криминальных было. 6 февраля 92-го года для участия в съезде Народно-патриотических сил в Москву прилетает эпатажный писатель-эмигрант Эдуард Савенко, известный под псевдонимом Лимонов. Его роман «Это я, Эдичка» потрясает откровенными сценами «Однополой любви». Не критиковать меня за это нужно, а использовать такой опыт таких людей. Через год Лимонов создает собственную партию и переезжает на ПМЖ в голодную Россию из сытой Америки. О том, как живут за океаном в начале 90-х, российские граждане узнали из сериала «Санта-Барбара». 2123 серии о богатых, которые плачут, смеются, влюбляются в маленьком курортном городке. Секс-символом эпохи становится Лэн Дэвис, исполнитель роли Мэйсона. В России малоизвестного актера принимают как суперзвезду. Но не только нам интересна заморская жизнь. За океаном эпоха любви к Горбачёву и к России. Первая наша поездка в Америку это страшная Москва, неосвещенные улицы, грязные битые дороги, аэропорт Шереметьево, все перелавки пустые. И вдруг Манхэттен. Изобилие, которое даже фантазии не приходило в голову. Зал фантастическим сценическим оборудованием света и набитый битком залы где иммигранты вместе со своими коренными американскими друзьями, родственниками. Это, конечно, все шокировало. В ожидании грядущих судебных разбирательств Александр Шишинин готовит группу к гастрольному туру по США. Продюсер в своих расчетах не учел одного человеческого фактора. Алена Апина без ума влюбилась в продюсера Александра Иратова. Он предлагает ей руку, сердце и сольную карьеру. Влюбленная женщина не может устоять. Неожиданный уход Апиной разрушил все планы Шишинина. Александр Борис сказал, что Лена заканчивает свое выступление в составе коллектива и как бы уходит в одиночный плавник. Лер, конечно, стоял какой-то как-то 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 конфликт двух продюсеров едва не закончился дракой. Оба угрожают друг другу расправой. С тех пор бывшие друзья вообще перестали общаться. После того, как из комбинации ушла основная вокалистка, Александр Шишинин оказался на грани катастрофы. Контракты на проведение гастролей нужно отрабатывать. В 90-е за невыполнение обязательств в суд не обращаются. Обращаются к криминальным авторитетам. Продюсера спас случай. Однажды Шишинин зашел на репетицию, когда девчонки дурачились под собственные песни. Вместо Афины солировала Светлана Кашина. В коллективе она на весле. Так на сленге музыканты называют гитару. Через несколько дней Света смеет инструмент на микрофон. Света Кашина, прошу любить голос. В 1993 году в Саратов в Шишинин привозят новый состав группы. И мне во второй раз удалось сплотить людей, сплотить одной идеей и заставить работать выше своих возможностей. Казалось, вот она удача. Комбинация снова готовится к заграничному турне. Во время последних гастролей в Саратове Шишинин собирает новый коллектив на своей даче. Ему казалось, жизнь налаживается. Хочу поднять бокал за то, чтобы в ближайшие лет 50 мы периодически так вот приезжали к другому гостю в полном составе. За нашу большую дружную семью. Через три недели Александр Шишинин погиб. Ему был всего 31 год. Кому была выгодна эта смерть? Следователи подозревают Александра Иратова, однако вскоре отметают эту версию. Я Шишинин не убил. Первый продюсер Ласкового Мая Алексей Мускатин отлично знал директора комбинаций. Вся братва постоянно заказывала комбинацию, чтобы попреставать, посмотреть, его же зарезали, потому что язык распустил. Ему не надо было в милиции рассказывать. Убийство Шишинина так и осталось нераскрытым. Комбинация вскоре окончательно распалась, а ее участники встречаются лишь изредка. На смену группе комбинация уже давно пришли новые герои, которые поют совсем другие песни. Вместе с 90-ми исчезли кассеты и бобинные магнитофоны. Теперь в ходу компакт-диски и mp3-плееры. Вместо музыкальных спектаклей мюзиклы. Вместо слова популярные говорят раскрученные. Изменились и законы шоу-бизнеса. Теперь отношения регулируются не по понятиям, а по контрактам. И хотя Россия еще далеко до принятой во всем мире шоу-индустрии. Продолжение следует...